так всем привет сегодня 25 февраля двадцать четвертого года два года в войны россии украины сейчас мы будем я поговорю про европу да почему буду говорить про европу потому что слушая комментарии украинские то есть как бы с украины многих других то есть как бы вообще создается впечатление тоже что люди ну не понимают как бы нет я говорю не только в запад европу но вообще запад в целом да то есть люди просто как бы они смотрят на какие-то там картинки которые показывают телевизор twitter причем не какие-то непонятные картинки которые вообще не имеют реаль связи с реальностью с действительностью вот поэтому мы поговорим почему запад уже давно проиграл в этой войне опять же проиграл в этой войне наверно еще до того как она началась такое обсуждение еще раз говорю ребят это не написанный скрит видео поэтому я буду прыгать скорее всего видео будет скучно но но я постараюсь донести ну свой опыт вообще жизни на западе когда-то так прилично несколько лет назад я делал видео когда рассказываешь ребят если бы советский союз не навесил железный занавес то он бы еще существовал и мне рассказывали какое совка дрочер и так далее вот сейчас много украинцев приехала в европу и неожиданно так подохренели оказывается она все не так как нам рассказывали оказывается что здесь тоже есть проблемы оказывается что здесь все не так уж и хорошо и неожиданно если ты жил в украине и у тебя там все было настроено то оказывается ты не так уж и плохо жил то есть конечно сказки которые нам рассказывали приезжающие зарабетчаны до которые говорили я там столько зарабатываю а что в италии что испании что многих другах других местах жили перебиваясь с воды с хлеб с воды на хлеб да то есть как бы то конечно эти сказки иногда имеют значение сейчас все больше людей как бы смотрят на это дело более реально но при этом слушая наших комментаторов такое впечатление что люди с реальностью не дружат то есть как бы конечно самый знаменитый он у нас висит арестович до украинский комментатор но и другие комментаторы от него не отстают то есть как бы все камеры все комментарии сводятся к тому что я прочитал в твиттере или еще чего-нибудь такое ну то есть как бы реально люди не понимают как живет чем живет запад то есть как бы я вот только закончил записывать видео про россию говорю что то есть как бы многие из наших не обращают внимание на то как живет там вася пупкин где-нибудь в караганде да вот точно так же многие не обращают внимание как живет вася пупкин на той же окраине берлина или там ну даже не говорим о лондоне мы говорим о том портсмусе брайтоне то есть мы говорим за пределами там политической элиты все наши комментарии сводятся к тому что вот там какая-то элита что-то сказала и совершенно не обращается внимание на то насколько влияет вася пупкин да но не как один вася пупкин а как множественное число вас пупкиных на политику учитывая то что он большинство европейских политиков из-за вообще западных политиков это даже не боевые пидорасы это просто пидорасы которые просто хотят выбраться то есть они реально как бы мало чего решают и проблем здесь хватает вот например когда вот тут у нас фотография британского теперешнего пель премьер-министра до аня суминах да он говорит что мы по моему будем помогать украине несмотря ни на что то честно говоря у британцев у многих волос встает не дыбом он просто так встает уходит и прячется под кровать то есть когда американский президент а вон есть вот байдену тут тоже картинка хорошая тут они почти все есть да говорит что вот мы будем стоять с украиной до конца то честно говоря многие американцы которые живут ну скажем так не так уж хорошо они следуются вопросом чувак а единственное почему ты с кем-то вообще стоишь это чтоб на них облокотиться и не упасть чтоб они тебя поддержали с кем ты там блять как ты там стоять собрался то есть что ты там собрался делать когда немецкий там канцлер начинает кричать вот я сейчас живу в германии что мы возьмем на себя лидерство в помощи украине то немцы к многие которые вот если мы посмотрим вот из-за чего протестуют германии да вот многие немцы тоже так задают себе такой вопрос чувак последний раз когда ну германия брала на себя как хоть какое-то лидерство канцлером был чувак по имени адольф а по фамилии гитлер до после этого все что вы брали это вот в себя вот в рот и в задницу и в основном от россиян то есть там что ты там брать собираешься куда ты лезешь что ты будешь делать ну то есть как бы вы убивали нашу армию последние 20 лет вот причем многие украинские комментаторы которых я слушаю которые например рассказывают вот сейчас там в америке власть если придет трамп то он типа вот он предаст украины я слушаю задумываюсь ребят вы блять вообще с головой долбоебы дружите ну то есть я понимаю что конечно из-за трампа в америке там тянут разные личности совершенно разные точно так же как и во всех ситуациях ну блять но вы хоть вспомните историю вы хоть вспомните то что трамп был первым чуваком который дал украине оружие вы хоть вспомните то что когда он давал украине оружие он в принципе подписал законы которые сделал это так что даже если бы когда он перестал быть президентом то что он обещал украине от этого отказаться не смогли да а вот как раз текущая власть в сша жало жмякало яйца очень долго чтобы дать украине какую-то помощь да и сейчас они как бы база бакланят они хорошо да только от действия где ребят но судите их блять по действиям да вот мы сейчас и посмотрим на жизнь европе чё к чему и как на то есть как бы чтобы понимать мы немножко сейчас глянем на фейсбук да вот это последнюю мы рассмотрим вот это то чем живут ну вася пупкин и до который все больше это может живуша том что вот смотрите вот как поднялась продуктивность да то есть на 60 чем-то процентов до зарплата наша выросла на 17 а вот богачи полубик при ну их там прибыли увеличились на 1460 процентов в 14 раз да ну то есть как бы every single job should pay a living wage то есть как бы опять же что если ты работаешь то эта работа должна платить тебе достаточно чтобы ты мог жить вот тут небольшая статья это макаревич жаловался что ты чисто на на фейсбуке я собрал нами что из-за многих штатов сша там люди убегают потому что там жить невозможно вот так далее там ну я просто вот я писал комментарий все бомжи сша откачевывают на их страны это не россия где везде холодно и бомжи предпочитают жить на свалках в чикаго чикаго тепло круглый год а еще во многих городах юга мэры вороватые долбоебы так что поднимают местные налоги но не решают проблемы бездомных поэтому из многих мест народ начал сваливать особенно и если есть куда одно дело если высокие налоги без бомжей и другое бомжи и налоги вместе вообще сейчас многие страны повторяют историю ссср куча старых недеспособных пидорасов власти которые вместо того чтобы поехать куда-нибудь на пенсии поехали крышей встать и грюкнуть кулаком они не могут вообще встать не они не у них давно ничего не способна поэтому единственное что им остается играть политиков но пока их проблема не встает то и другие проблемы решать пока но пока их проблема не встает то и другие проблемы решать они не в состоянии только создавать вот примерно уровень политиков чё на стучу а ну это так посмеяться немного с европейцев когда у них есть такое понятие как артикли да вот кто у кого сколько англичане говорят просто вот ну посмеялись когда вот но суть того что как бы у нас многие украинские комментаторы тот же арестович они вообще как бы они говорят о политике не говорят вот какая-то газета там написала тот ребята половина местных газет пишут вот реально не то что там фактически есть какие-то проверки а вот у кого-то есть мнение они на сайт его и впихнули да и вот на этом сайте того же нью-йорк таймса может быть куча всякого этого чего они вообще не публикует она просто появляется на сайте типа вот кто какая-то бабка сказала то есть или кто-то выразил свое мнение у нас это выдается как написано вот прям вот эта газета это поддерживает причем зачастую то есть как бы вот рядом есть такие 1 говорит то другая говорит совершенно противоположная а чё это газета поддерживает как бы определитесь как-нибудь вот на самом деле жнука сейчас все больше много наших конечно выехала по европе и конечно уже нормальные отзывы есть да то есть германии во франции в польше протесты причем протесты за счет того что многие большие компании там энергетически поднимали цены самое смешное что дальше я делал видео лично сам что энергетические компании держит высокие цены при том что цены на энергию большие в европе упали реально политики местные ничего с этим не делают то есть взять словить компанию за руку сказать подождите товарищи вы цены подняли то теперь цены упали что происходит почему цены остаются высокими а все просто потому что такой картельный сговор но при этом ловить их на этом картельном сговоре сговоре никто не хочет коррупция здесь есть она здесь очень широко развинута просто как она сказать она не не бросается в глаза это не так как у нас что какому-то там чуваку дали там доверили какой-то там проект да и сразу же у чиновника который подписал это это появился новый дом или там новый джип или еще что-то здесь это все немного более тихо спокойно и естественно здесь все таки есть система где эти товарищи они делают работу просто скажем так они завышают цены и не понимая чем живут местные люди и не работая с местным именно населением а просто работая на политиков то честно говоря украина ничего не добьется они получат на ненормальной помощи политики местные будут жмякать яйца они будут говорить громкие фразы но при этом они не будут нормально украине помогать то есть нормальных то есть нужно работать на уровне отвечать на вопросы простых людей то есть смотрим когда помню когда англия вышла вот brexit до после brexit а я из англии уехал переехал германию но при этом то есть смотрю как живут люди в англии памяти товарищи там очень много людей живут ненамного богаче то и наверное победнее украинцев потому что да у них там зарплата там полторы тысячи фунтов ну и цены они платят соответственно британские они украинские по всей европе да то есть как бы во многих местах цены на жилье очень высокие при этом в европе огромнейшее количество пустых домов ну то есть давайте просто посмотрим у нас перейдем на английский я сейчас нахожусь в германии посмотрим инжен да то есть вот статья 19 года да пожалуйста что тогда было больше 600 тысяч именно только квартир мы не говорим о домах а я видео статьи например 22 23 22 года статья и причем это только про один из городов что не помню точно какой так спать да несмотря на то что нужны квартиры до около ста тридцати восьми тысяч квартир они пустые потому что их просто не могут довести до ума да то есть просто подшаманить очень много квартир остаются пустыми в больших городах то есть например там вообще сейчас я читал статью когда общее количество пустых домов квартир уже выше миллионов германии по по всей германии причем как получается у кого-то ну там летние квартиры то есть они покупают себе вторые дома а в многих случаях это покупается то есть и специально просто оставляют их пустыню типа вот смотрите я вложил деньги еще что-то ну то есть как бы этот повод списать какие-нибудь налоги сделать еще что-то причем поднимаются цены поднялись цены на аренду не только вот сейчас начали падать потому что опять же получается что сокращается население постепенно поднялись как бы многие цены и цены на квартиры начали падать просто потому что их все меньше и меньше покупать но в основном многие люди живут не так чтобы очень богаты из-за того что здесь очень много проблем с жильем проблемы с медициной в том что здесь не хватает врачей то есть как бы не они пока получают лицензию чтобы практиковать то есть как бы джом и 2 секс ангрида вот это год назад вот смотрим 600 тысяч все еще пишут то есть только только квартир продам они пишут при этом при этом во многих местах европе да сейчас такая ситуация что многие там маленькие городки деревни и такое то есть как бы они пустеют особенно юг европы смотрим португалия италия испании юг франции там мы не это дальше туда то есть как бы тоже болгария то есть там много мест где принципе население уже не остается то есть туда можно приехать просто сказать сушить я тут домик еще они вам его домик продадут там за пару евро то есть потому что у населения не остается очень долгое время еще европа каннибализировала на остатках восточные европы то есть в чем состоит проблема как раз почему европейцы не могут помог ну как организовать помощь украине потому что они уничтожили у себя базу трудовую то есть когда-то давно я делал видео про англичан сейчас мы заглянем ко мне на канал так и посмотрим напишем брексит да вот при целой зиси вот от бракси плату брючиш фармас то есть британские фермеры они не платили нормальных зарплат за этот счет они могли продавать ну производить свою продукцию значительно дешевле они просто привозили работников из румынии из польши привозили из украины много людей то есть как бы сейчас выйдя и не имея возможности привести себе дешевую рабочую силу конечно они оказались немножко в жопе то есть нормально производить чего нибудь дешево они не могут желающих работать на британских фермах в британии не оказалось потому что зарплата то есть когда человек отработал данную заплатили зарплату плюс него сняли за то что ему там предоставили койко место в этих вот как карман их называть по-английски не знаю по-русски по-украински назвать таких передвижных таких прицеп прицепных таких типа домиках да на колесах вот там вот вчетвером люди в таких домиках по четверо в таких домиках жили там вот им давали по койко место и за каждое койко место с них брали там по 200 фунтов в неделю да а потом с этого то есть вычитывали это дело из зарплаты и когда человеку даже вроде бы якобы платили минимальную британскую зарплату но после то после того как заплатили за койко место у людей не оставалось те деньги которые оставались у людей просто были недостаточно даже чтобы оплатить аренду если у них была какая была какое-то собственное жилье в англии то есть как бы оплатить аренду 6 денег было невозможно эти деньги хорошо по подходили там выходцам из украины конечно из бедных частей европы но для англичан это были не деньги и вот когда англичане неожиданно взглянули на условия работы на фермах британские фермеры нет смогли ничего такого уже сделать работников они найти нормальных не могут та же ситуация вот кто из наших людей есть в германии вообще по всей европе часто мы видим на фейсбуке когда пишут вот нужны работники на ферму или там на какую-то фирму дал мы вас там отформим и мы вам предоставим даже жилье потом по 300 по 400 метров по 300 по 400 евро там за месяц по моему они берут за койко место то есть как бы комната вы там живете с двумя стремящие людьми вам за это предоставляют то есть это вот постоянно ходит это постоянно есть это такой типа мы придала мы мы не берем с вас деньги за то что мы вам находим работу но при этом мы сдаем вам вот кой куда за те же деньги за которые можно снять квартиру это существовало существует очень долго это не существовало в европе то есть это было и в англии постоянно то есть как бы я часто такое встречал и и наши комментаторы этого не понимают поэтому на многих фабриках то есть как бы нанимали людей можем можно поискать у меня видео я совсем совершенно недавно делал видео где я прошелся по работа вот трудовой рынок европе просто по просьбам трудящихся я там так по прикалывался конечно немного но тоже можете посмотреть то есть далеко не самая лучшая ситуация в европе с трудовым рынком у них не осталось людей которые реально могут что-то работать что-то производить многие фирмы не хотели учить потому что у них был доступ скажем так к обученным людям по многим профессиям из восточной европы причем с довольно дешево если вы поедете например штутгарта то там больших фирмах от mercedes там bosch porsche это сименс по моему тоже большого без штутгарта вот во многих из них много работников например выходцы из азии сейчас то есть и очень много индусов например туда приезжать опять же та же ситуация то есть три ну они привозят людей которые где-то поработали хоть какой-то опыт у них есть и они их привозят в суд год учить своих они не хотят вложить деньги в обучение людей в основном работодатели здесь не хотят то есть если человек приходит после образования зачастую найти нормальную работу очень сложно то есть как бы компании которые хотят влаживать людей поэтому сейчас европы такие проблемы в том чтобы дать пройду начать производить хоть что-то нормально хоть какое-то оружие там какие-то снаряды для украины не потому что там фирмы говорят ну мы конечно хотим заработать как можно больше но именно работников на эти фирмы найти очень сложно потому что учить людей никто не хочет любая фирма да вот кто живет сейчас смотрит по германии да если ты хочешь там даже если у тебя есть какие-то знания приходя на фирму они говорят у вас есть 10 лет опыта в том-то нету а тогда вы нам не подходите извините вот и при этом они конечно никого никого все зато жалуются что не могут найти людей вот мы не можем открыть производственные линии потому что мы не можем найти людей ложь пиздёшь и провокация вот но у наши комментаторы этого не понимаю политики местные тоже этого не решать не могут и не хотят им нужно только переизбраться они будут пиздеть все что хотите поэтому так и задерживается помощь украине в сша потому что они на самом деле даже не хотят объяснять населению что помощь украине вообще-то это не бесплатно это вообще-то в долг то есть это раз это во первых а во вторых те вещи которые поставляются украине так как раз тоже украинцы не умеют этого объяснять очень высокопарные какие-то там объяснения когда даже попадают наши интервью наших и то ли политиков то ли этих когда они попадают в прессу до незнание не понятие реалии да то есть политики не наши не политики не комментаторы не могут нормально объяснить англоязычному там немецкоязычному населению запада а вообще что за оружие они получают и как это происходит например рассказы что вот там украина там помогает сдерживать все честно говоря большинству населения пофигу они спрашивают как вот у нас тут как бы проблема в том что у нас у самих он трубы прогнивают лопаются да зачем нам тратить деньги на то чтобы помогать вам вместо того чтобы ремонтировать трубы или там платить нормальную зарплату врача многие из наших товарищи просто не могут объяснить что смотрите то оружие которое вы нам присылаете которое получает украина это деньги в вашу экономику это первое а во-вторых большинство из того что мы получаем то есть если мы это не получим вам придется заплатить те же деньги за то чтобы это все утилизировать то есть этого разговора нет нет разговоров понятными фразами для населения вот путин в этом деле я уже говорил это когда я делал видео про россию да но уже загрузилась все время вспоминают ситуацию из фильма гладиатор когда этот молодой император начинает устраивать игры для того чтобы почтить память императора который эти игры запретил и там вот сидят эти вот законодатели да там сенаторы с такими умными и бучками и говорят а вот он не знает он не понимает рим и только один единственный нормальные которые вы на товарищи дети вешаетесь потому что он так как раз рим и понимает как раз путин понимает как работать с публикой он знает и понимает рим и они за этот счет конечно получают большое внимание влияние на массы из-за того что нет нормального объяснения с украинской стороны есть очень много каналов которые рассказывают про то как идет война но практически никто не говорит о том вообще что может повлиять на британского немецкого там фермера рабочего на человека который не может найти квартиру вот у меня знакомый немец после двух лет наконец нашел квартиру и ему часто отказывали в том чтобы он мог снять квартиру потому что ну говорят если вы хотите дешевую квартиру то все дешевые квартиры только для украинских беженцев это было повод поднять цены на квартиры в 10 на 10-15 процентов вот это не каждому давали вот и после двух больше двух лет он больше он больше двух лет мог найти квартиру чтоб переехать туда с женой и ребенка и вот как вы ему будете объяснять что блин помощь украине это важно вот как вы можете объяснить ему это никак потому что вы этого не видите вы об этом не думаете все интервью даются вот смотрите какие мы бедные как нам нужно помочь но нет ничего что объясняет дает ему почему нужно помогать почему-то при не принятие украинских беженцев там работает или не работает говоря о жилье привожу такой пример как раз перед да как раз перед закрытием когда нас закрыли на ковид в берлине приняли закон о том чтобы ограничить там максимальную аренду очень хорошие законы очень очень позитивный результат вот в результате корпорации смогли добиться того чтобы эти законы отменили за счет того что конституционный суд германии то есть они перешли прошли через все судовые инстанции сказал что вот смотрите такие решения может принять только парламент то есть только через парламент местные власти не могут принимать такие вот решения которые будут как вы думаете вот с тех пор прошло уже несколько лет хоть кто-то в немецком парламенте имея на видя результат очень позитивный результат перемен в берлине когда приняли этот закон задумался хоть начал как-то продвигать этот закон что принять его по всей германии 0 никакого движения это люди не способны и принимать большие решения они были этому этому не способны очень много лет они очень много лет живут еще где-то в девяностых годах за счет того чтобы мы смотрите мы победили советский союз это люди не способны они поднимались во власть за счет глубокой глотки и широко растяга растяга расставленных булок это это просто сборище старых пидорасов поймите это раз и навсегда вот они там как как-то системно что делают но принять большие резкие решения они не способны они могут пообещать все что угодно но не черат не черта не сделать и они найдут тысячу причин по которым они это не делают сейчас вот например бы если мы берем америку и сша там большие у людей экономические проблемы чем занимаются их не политики вот 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 если послушать того же арестовича например они борются с голубыми вот пидорасы борются с голубыми вы это нормально вы это как воспринимать и товарищи вот почему они с этим деться потому что это отвлекает внимание от реальных проблем вот зачем нам бороться с тем что там какая-то большая организация например сша ну так что и стопа в маят да как говорят англичане там есть большая корпорация волна те же amazon тот же amazon да вот две самых таких корпорации которые зарабатывают как раз за счет людей которые получают самую низшую зарплату эти корпорации зарабатывают миллиарды долларов чистой прибыли миллиарды при этом где-то процентов 60 70 их работников вынуждены обращаться и получать помощь от государства на то что просто их не выгнали из дом чтобы купить в дом чего-нибудь пожевать то есть у них не хватает они как это у них называется food stamps да вот в сша вот многих идут вместо того чтобы обсуждать вот эту ситуацию что многие работники там получают вынуждены получать деньги рабочие люди которые работают по 40 часов в неделю больше по две по три работы у них они вынуждены получать помощь от государства на это уходят опять же миллиарды долларов налогоплательщиков да то есть но при этом они об этом говорить не ходит при этом они борются с кем с голубыми ребят это все пост это все постановка все вот эти вот сказки что смотрите когда нам арестович рассказывают смотрите они борются там с какой-то херни не ребята все все рассказы о том что смотрите вот она все заселила там все каналы и так далее для ребята кто хозяева этих каналов хозяева этих каналов это те же товарищи которые то есть все все это сказки о том что они не могут помочь в украине потому что они должны бороться с грамм засилием голубых где-то то это все ложь пиздюши провокация там люди просто хотят урвать побольше бабла пока они там вместо того чтоб навести порядок у себя в стране и как там горит сделать америку great again они не хотят не попал не помогать украине все остальное все вот эти вот сказки там что там арестович нам рассказывал а они увидели какое-то видео очередного долбоеба который говорит вообще украина это если ты не разговариваешь по украински то ты не украины вот если ты делаешь там если ты в жизни с детьми своими разговариваешь на другом языке то ты оказывается вообще существо второго как бы второго сорта то да и когда вот смотрите вот мне показали это видео они мне показали это видео вот они мне сказали вот смотри вас в украине уж такие же долбоёбы извините если по арестович конечно борося за украину он бы сказал ребят так у вас таких долбоебов он полной улице бегают и чё вот то есть это наших наших товарищей делают как мальчиков коротеньких шортиков вы потому что не обращая внимание на именно жизнь васи пупкина из кентаки не понимая какие у него проблемы влиять на американских политиков невозможно не умея говорить языком васи пупкина или там джона смита да и зайдаху какого-нибудь да не понимаю что блин подождите так у нас же те же самые у многих проблемы так как у джона смита вы не можете влиять ни на какую политику не умея объяснить англичанину зачем ему стоять с украиной против чего борется украина то никак на европу не повлияешь европейские политики европейским политикам насрать на украину насрать на всех покуда они получают свои высокие зарплаты решать местные проблемы они реально не уже не в состоянии здесь люди сидят парламенте в девятнадцатом году я помню когда говорил о выборах я говорю что ребят вот смотрите в украине самый молодой парламент европе если не в мире вот это был девятнадцатом году с тех пор немного поменялось смотрим вот видео the walking poor news это про сша то есть про людей которые работают работают много и позволить себе не могут нихера и таких сша так процентов так 40 50 населения в европе тоже не намного меньше если мы берем например германию да то германия это более социалистическое государство то если мы берем англию то там жопа там процентов так 70 80 уже населения которые тупо должны обращаться у них это называется футбэнкс батэс как бы что у них то есть они работают и потом вынуждены обращаться куда-нибудь им дали еды милостыню подали и наши товарищи которые говорят что вот там политики сказали а вот смотрите она и на твиттере кто-то что-то такое написал мы же должны обратить внимание на twitter ребята в твиттере да там подписчиков сколько там пару сотен миллионов причем учитывая что у многих там по три по четыре аккаунта то есть как бы тогда вообще получается там значительно меньше что там twitter сказал надо есть как бы ну да ну что-то там вякнул кто-то на твиттере перестаньте жить в вот этих вот ограниченных рамках до начните смотреть почему кто вот все вот все сторонники трампа пидорасы а вы посмотрите вы послушайте что они говорят вы послушайте о чем они говорят вас вы послушайте как они говорят как это они делают посмотрите как на них влияют россияне ведь много из этих вот каналов которые есть на английском например на немецком языке россияне их покупают за бесценок то есть они покупают они покупают десятки ютюберов да причем даже ни разу не говорят что они россияне просто обратите внимание на то что нам большинстве всех каналов до с тех пор как началась война в украине возьмите того же джо роган кто не знает это кто сейчас это очень большой такой канал да у человека больше 20 миллионов подписчиков то есть это больше 20 миллионов людей его смотрят более или менее регулярно это половина населения украины да это то есть как бы скажем так не такой уж и большой мировом но все-таки достаточно влиятельный канал что на нем нужно было появиться хоть кому-то хоть какому-то представителю украины 0 никого то есть работа с общественным мнением именно с этим вот джоном смитом с васей пупки не ведется когда говорил про делал видео про проигрыш россии да я говорю что если вот украинцы могут сейчас собраться вот реально вся украина 30 миллионов человек может собрать вещи и просто уехать из украины и переехать в европу причем здесь достаточно жилья если мы посмотрим опять же мы смотрели германию да посмотрим о 216 год около 30 весь 38 миллионов пустых домов и квартир по европе греция португалия булгария финс а это фирма это фиенста estimate это 14 декабря статья 22 года 38 миллионов домов то есть вся украина может собрать чемоданы и сказать ребят у вас там 38 миллионов пустых домов давайте мы их туда засели и просто уехать из украины но при этом цена на жилье в европе зачастую такая что купить дом в больших городах невозможно учитывая то что много украинцев они выходцы из маленьких городков и таких аграрных мест то блин европа всю украину может принять еще и место останется просто задумайтесь об этом не то есть как бы политики решать украинские проблемы не хотят они не могут 14 год больше 11 миллионов домов вот это всей европе пустых посмотрите по и поищите так дома за 1 евро пожалуйста италия испания нам есть и франция есть то есть продают до дома дома дает за бесценок здесь сейчас вообще умер население сокращается и даже привоз беженцев из африки этому не сильно помогал так о чем я еще о чем я еще хотел поговорить но политиках мы поговорили о том что решать они проблемы не могут и не хотят местный бизнес опять же мы уже горели найти работников они практически не могут то есть как бы куда фут вспомнил протесты в польше многие конечно против сын полонт сегодня то есть опять же то есть ноги не говорят вот поляки протестуют там против украинцев и так далее ребят объясняю вам почему это происходит я уже говорил о том что даже для беженцев много ситуации когда говорят смотрите мы вам дают даем работу за практически бесценок да и мы вам предоставляем при этом жилье за которое вы должны платить в 10 не в 10 но в 3 в 4 раза больше чем платят место да то есть как бы мы вам сдаем койко место за 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 300 400 евро в месяц в квартире которую мы сняли за 300 400 евро причем то есть как бы каждый там в этой квартире живет там 8 человек 8 10 человек которые оплачивают в принципе ренду то есть получается получают 10 раз но естественно это во первых убирает местные работы для местных но и также поднимает цены жилья поляки сейчас раньше конечно такой рабочей силы было были поляки они сейчас она часто когда люди которые из более мелких городов польши едут на заработок то есть это были от работы были дешевые рабочие силы что в великобритании что потом германию что потом нидерландах сейчас это дешевой рабочей силой становятся украинцы вот то есть поляки многие протестуют почему потому что он как фермер там как водитель еще как кто-то он должен платить соответственно местные цены а при этом фирмы которые скажем так довольно нечестно зарабатывают деньги они привозят людей из украины то есть если например возьмем дальнобойщик дальнобойщик германии зарабатывает как минимум три тысячи евро и больше и выше просто подумал подмута нормальная такие дальнобойщик щеки с польши согласиться работать за полторы тысячи может выше да а дальнобойщик из украины уже работает за 600 евро в месяц просто раньше как бы ну дальнобойщиков поляков на всех не хватало поэтому конечно нанимали местных да или еще по каким-то другим то люди люди водитель грузовика может иногда нужен не дальнобойщик а иногда нужен водитель грузовика по таким местным этим то есть как бы поэтому польского польского водителя не наймешь но при этом сейчас польский дальнобойщик теряет работу не потому что он там не может делать работу а потому что вместо него нанимают украинского дальнобойщика сейчас дали возможность так работать нанимают украинскую фирму и украинский дальнобойщик едет по европе то же самое с фермерами происходит поиски фермер не знает как живет украинский фермер но то что он знаешь что он не может продавать свою продукцию да потому что какой-то там левый чувак решил продать украинское зерно дешевле чем это может продавать поляк у себя дом потому что украинское зерно раньше продавалась не в польшу а в африку или еще куда то ну то есть как бы а сейчас он а зачем мне подводить я могу продать в польше при этом я смотрел репортаж то есть как бы брали интервью у этих поляков да и почему них спрашивали ребят вообще почему вы останавливаете не те грузовики которые едут из украины а те грузовики которые едут в украину подайте с вы зачем разгар останавливать вот поляк не знаю наша наши организаторы так что-то сказали сделали то есть как бы опять же россияне очень часто влазят в эту в эти схемы то есть опять же они поддерживают много таких товарищей которые пользуются честным ну как это действительно честные реальные проблемы поляков реальные проблемы и немцев да то есть как бы вот они влазят в это дело и не так говорят о давайте мы сейчас как бы чего-нибудь сделаем да то есть этапы ли это местные политики которые до сих пор счастливы сосать у путина то есть это те те же пидорасы они не боевые но они достаточно скользкие чтобы попытаться влезть в жопу кому-нибудь еще то есть и они пользуются вот этим вот настроением точно так же как была ситуация когда во франции то есть люди были действительно чем ну недовольны там решением местного правительства но при этом туда также влазили и и российские организатор организаторы проплаченные которые поддерживают россияне чтобы направить там протеста давайте все сходим протестуем вот это или сделаем вот это опять же мы сводим мы сходим к тому что не понимаем чем живет человек на земле до работать с этим у нас не могут и не хотят причем я этим удивлен это как раз немножко зацепить зацепим украину потому что как раз при зеленский выиграл выборы тем что он как раз смог разговаривать на том языке на котором разговаривали нормальные украинцы по сравнению с порошенко который пытался из себя строить непонятно шоу украинцы ну вот я смотрел когда он проходить проводили выборы я реально больше ассоциировался смог вот зеленским но при этом мы не нет работы нет желания понять какие есть проблемы по пойму у жителей европы я понимаю что большинство украинцам тоже своих проблем хватает но сейчас уже достаточно беженцев украинских которые смотрят играть ребята тут же не так все и хорошо тут же штамм врачу к нормальному попасть не всегда получается еще какие-то проблемы многие уже знают язык многие встречаются с каждодневными проблемами дом должна быть какая-то система понятия у нас этого нет и все вот эти комментарии что там европа сделать то или и тот иногда это все честно говоря такое впечатление что люди просто даже не интересуются тем что происходит европе наши комментарии тоже что например европейцы и американцы не будут способны драться в войне если вдруг россия нападет ребят опять же это не могло бы быть дальше от правды то есть такое впечатление что вы живете в стране розовых пони как здесь был фильм да ла ла лэнд вот вы живете в этом ла ла лэнде еще раз те товарищи которые тусуются в твиттере так который самый громкий в твиттере и самые громкие в фейсбуке это точно так же как вот эти вот наши психи до которые какую-нибудь очередную хрень кричат что вот если ты не общаешься на украинском языке всю жизнь то ты не украинец вот эти психи до не вылазят в украине таких же психов немеряна в что слева и что слева что справа политики и запада не обращайте на них внимание начните обращать внимание на вот эти вот 90 процентов серого все вот население которое вы считаете серыми безвольны многие из этих товарищей если начнется война вот сейчас они не понимают зачем помогать украине но если нападут на европу траться они будут и драться не будут хорошо многие здесь люди отслужили в армии чего многие из наших не понимают здесь достаточно людей служивших в армии которые умеют и стрелять и так далее и так далее но зачастую они просто говорят ребята нахера нам это когда наши комментаторы рассказывают о том что вот смотрите америка не смогла отстоять афганистан там сейчас там снова эти товарищи как там это не помню талибан да сейчас снова талибан там рули так ребят американцы поняли что просто 8 80 про больше 80 процентов населения в афганистане срать хотели на все им прекрасно живется при талибане зачем с этим бороться они просто ушли потому что 80 процентов населения населению америки тоже честно говоря совершенно насрать на афганистан им это нахер не нужно не то что они на это не способны как раз талибаном то они могли справиться просто не хотели им было насрать на тех людей которые помогали потому что в счете перевыборов сша вывезли они этого афганцы или не вывезли всем было насрать это когда-то там были товарищи которые воевали с советским союзом я как-то сказал что потеря развал советского союза эта трагедия не советского союза это трагедия блин всего запада потому что им воевать нескими короче там поднимаются вот как раз просто пидорасы не боевые пидорасы которые с кем-то могли воевать а просто сборище старых инфантильных пидорас как-то смотрел видео тоже кто-то вывесит такое комедийное да там говорилось что вот смотрите там папа там семья да вот там они старичок сидит у него там слюна течет верхняя челюсть уже выпала потому что уже все такой и агрик пап ну вот ты понимаешь ты уже там достиг такого возраста что мы не можем как бы о тебе позаботиться то есть пора то есть бы теперь пойти в то место я тебе могут позаботиться там там есть профессионалы они всему этому обучены он говорит ой сынок ты наконец-то порешился отправить меня в дом престарелых он говорит нет пап тебе пора идти в сенат тебе пройти в правительство вот то есть как бы уже уже даже в америке над этим приказ и реакция этого папы когда он даже даже челюсть проглотил вот это вот ситуация в европе то есть здесь рулят очень старые люди то есть а давайте посмотрим так мир и в средний возраст вот после после девятнадцатого года средний возраст был 51 вы задумались там сидят люди от где-то 25 до до где-то ну восьмидесяти то есть средний возраст 51 в основном там сидят товарищи постарше то есть там 60 70 и несколько молодых чтобы это все дело выравнивать вот вам средний возраст на 65 а вот в конгрессе в конгрессе 60 практически сенаторы 65 это люди которые управляют страной что они могут на управлять я не знаю что они там то есть там в основном вся борьба идет все вот эти сказки про то что они там борются с засилием голубых и так далее это все сказки за что еще у нас говорят вот последняя наверное тема это за влияние этих прочее ученых ученой элиты это арестович это выдает что вот эти вот 60-летний дедушки до консультируется со своими учителями из этой из академии из академиков ребята у 60-летнего чувака учитель академик должен быть сколько лет ним так чтобы как день мигом стадет нужно лет двадцать если они в двадцать начались то должен был уже заслу уже под сотню да вы много таких блять академиков видели что за бред вы несете да вот мы должны почему почему пытаются общаться с академиками опять же я не понимаю это учитывая то что академия на западе это товарищи которые опять же живут в своем собственном твиттере блять вот реально люди не имеют никакого нормального отношения к среднестатистическому жителю сша великобритании германии вот просто примеры которые вот когда несколько лет назад я жил когда я жил в великобритании да то есть как бы тогда уже были проблемы большие с ценами на аренду и так далее в общем общался с людьми из которые работали как это по-русски сказать короче помогали людям с жильем то есть это благотворительная организация типа вот мы помогаем людям жильем как бы вот спрашивал почему не протолкнуть опять же законы по ограничению максимальной аренды и так далее вот они мне рассказывали каким академики там доказываешь и если это сделать то оказывается там будут проблемы с жильем я говорю сейчас чет проблем нет то есть люди которые работали на эту благотворительную организацию зачастую получали получали зарплаты значительно выше того что получал среднестатистический англичанин вот это они помогали этим англичанам найти жилье вот то есть академик академия это тоже люди которые не имеют никакого отношения к реальной жизни то есть опять же все там заявления арестовича которые вы смотрите мне там какой-то академик то есть либо арестовали либо ну то есть как бы арестович баран либо это опять же его развели как мальчиков коротенький штанишка ну то есть как бы академики там прекрасно понимают что есть кто кто то есть тонну то есть из наших долбоебов да но при этом они не имеют никакого отношения на то что влияет на самом деле на американских или британских или немецких политиков радость как бы ну общался тоже с чуваком который проводил исследование перед тем как ну перед брекситом перед девять их перед тем как голосовали за этот брексит вот с ним я уже общался после этого я уже жил в германии и мы с ним учимся я говорю он из манчестера я у него спрашивал смотри я вот был в манчестере я от общался с людьми там он говорит дау да вот мне рассказывали от люди которые голосовали за брекси да многие из них я там был по работе и они горели вот смотри мы за брексит потому что они как раз рассказывали то что я говорю раньше за экономику что например у них манчестере фабрика которая до того как приняли поляков в евросоюз да это фабрика платила по 15 фунтов в час на тот момент минимальная зарплата в англии было три фунта на время разговора наши с ними это где-то 2016 до 2016 год минимальная зарплата в англии поднялась где-то до 8 фунтов 7 фунтов что-то такое не помню точно не скажу но зарплата на фабрике упала упала до 10 и ниже то есть они на эту фабрику привозили работников если раньше на этой фабрике работали в основном англичане то на тот момент когда я был в манчестере англичан там почти не осталось только несколько менеджеров все остальное это были чисто либо поляки либо румыны дурных было мало откуда-то еще короче тоже из восточной европы то есть в основном были поляки то есть англичанам уже не говорят вот поэтому горит мы за то чтобы уйти из европейского союза потому что у нас тут жопа зарплаты маленькие при этом цены на аренду жилья просто купить что-нибудь поднялись до таких размеров что люди рыбы которые вынуждены работать на минимальную зарплату позволить себе этого не могли вот я общая но я это рассказываю естественно этому товарищу из академии а это товарищ из академии мне который жил в манчестере то есть я там был чисто по работе на несколько недель а он там жил он говорит слушай а где ты нашел таких вот ну работяг в манчестере чтобы с ними поговорить вот он с полным серьезом но так серьезным лицом говорит а вот где-то говорит потому что мы там от рассылали разные формы нам их заполняли у нас все было классно горит вот где ты общался с работягами вот я на него смотрел у меня подожди товарищ ты чё не можешь как бы за пределы академгородка выйти да вот это как я говорю вот смотри садишься вот вот у вас есть где вы все академики общаетесь до садишься на автобус едешь ну там пять остановок в любую сторону от вашего академгородка этого где вы всей толпой вместе бухаете и заходишь в любой паб на бар по нашему да вот в любой бар заходишь и просто как бы но общаешься с людьми точно так же как мы общаемся сейчас с тобой и вот он на меня смотрит как баран на новые ворота вот человек не понимает как это можно поехать и просто поговорить с людьми а а формы я говорю какие формы ты просто пообщайся с людьми пойми как живет вася пупкин да на 5 5 остановок от твоего места работы и жительства но они это вообще не понимаю надо академии стебутся уже многие даже люди которые занимаются реальной наукой работать на академии это все фигня не имея вот этого вот это украина это то есть европа сейчас в загоне производить они ничего не могут большинство производства вынесено в принципе это уже остановится в раба раба владельческим строя когда большинство производств находится где нибудь депут людям можно платить столько что меньше чем европейские фермеры тратят на прокорм скота то есть это тот если мы посмотрим на историю европа сейчас проходит даже не путь советского союза а путь римской империи когда там тоже начала продвигаться с разные формы рабство да и римская империя улетела в говно потом может так это переформатировалась что-то еще вот в сша с рабство с рабством боролись конечно это британцы тоже свое время когда поняли к чему это ведет начали рабство выбивать но сейчас европе это в принципе вообще запад это такой полу рабовладельческий строй где люди не зарабатывают достаточно чтобы развиваться завод практически остановился в развитии все новые системы что здесь появляются это честно говоря точно также как в бссср да все новое это то что разработали в ссср здесь чуть-чуть достраиваю то что уже построили единственное вот чем в чем есть сила запада это в том что очень долго но он будет меняться то есть старые пидорасы все-таки помрут до заменять их кем-то придется и будет влив новых идей новых этих то есть причем сейчас из-за того что настолько упал интерес к занятиям политикой в политике недостаточно политиков поэтому когда вот все вот эти товарищи по 60 по 65 лет когда они так были ну вот сейчас они уже достигли того возраста когда начнут помирать да вот когда у них начнет начнется падеж скота вот по всей и вот по сша по европе вместо них начнут приходить молодые пускай ему с разными взглядами на жизнь и выбирать начну как раз тех людей которые понимают от этого вот васю пупкина радость как бы уже есть там но из того что я там плану по английски иногда попадаются мне там товарищи из которых уже выбирают в местную политику уже выбирают чуть повыше да то есть как будут все эти товарищи начнут приходить к власти и там довольно трезвомызлящих товарищей они конечно ближайшие лет так 10 думаю корабль выровняет может вот но на данный момент европа честно говоря что европа что сша не проиграли на данный момент принимать решение они не способны единственное единственное что их спасает на данный момент это то что среди всех больших игроков у всех больших игроков те же самые проблемы те же самые вот взгляните на войну израиля с палестина давайте будем честными в руководстве израиля тоже сидят 60 70-летний пидорасы так хамасом руководят люди которые руководили им еще в восьмидесятых девяностых опять же тогда им было по 30 40 сейчас 60 70 тоже как бы это их не последнее ура чтобы хоть как-то доказать что они relevant называется это по-английски что они имеют хоть какое-то значение если бы хамас вот исчез просто если по ней не начали эту войну через пять лет он был когда опять же вот эти вот старички бы поумирали то хамас бы растворился и честно говоря палестинская автономия через еще лет пять растворилась бы в израиле уже никто ничего не сказал потому что большинство большинство палестинцев которые там кричат там независимость палестине до живут почему-то в лондоне опять же не живут в европе не живут в америке а палестинцы ну как там конечно тоже есть свои долбоебы извините меня там 6 миллионов человек живет или сколько-то там да среди них есть несколько десятков этой сотен тысяч долбоебов это всегда так есть из-за них страдают конечно все остальные они чудят а пиздюлина при прилетает всей палестине но при этом давайте глянем руководство там все сидит все еще вот эти те же самые блять старички посмотрите на тех же товарищи которые обстреливают этих суда где-то рядом с африкой где-то ниже что же я как-то глянул попался мне видео с их руководством то же самое там сидит какой-то старый пидорас и вот они тянут молодежь как на которую еще могут влиять что давайте постреляем может нам при по нам кауню кому-нибудь разбомбят и тогда к нам еще кто-то придет нам скажут вы еще имеете значение гляньте на китай тоже самое там власти сидят ну да неправда волосы там хорошо красят но тоже им кто сколько там лидеру китая тоже уже под семидесятник россия то же самое то есть это единственное что спасает европу да и запад это то что скажем так все остальные товарищи которые сейчас у руля это те же самые старые пидорасы то же самое большинство из этих людей они уже не способны именно что-нибудь такое большое делать поэтому это все выливается в кучи смертей обыкновенных пацанов да только ради того чтобы старые пидорасы могли пас ну почувствовать себя что блин я ищу политик да то есть как бы я уже это читал давно я там у нас фейсбук наш да встать и глюкнуть кулаком они не могут вообще встать не они не у них уже ничего не способна как-то сказал что если место если украинцы хотят что местные политики начата решились да то их нужно местных политиков нужно держать на диете кокаина и виагры они может тогда вспомнишь есть жизнь за пределами их ну за пределами их вот это вот политического вот но конечно товарищи нужно обращать внимание на то как живут средние европейцы да и если украина хочет действительно хочет чтобы европе нормально воспринимали не мне твиттерная поддержка не в нем не фейсбучная поддержка не какие-то там репосты да вот смотрите какие мы тут умные академики все страна а чтоб реально начали украину поддерживать вот именно большинство большинство жителей европы большинство жителей сша нужно понимать вот как они живут и в работе с общественным мнением нужно находить места где целиться то есть не давать интервью нью-йорк тайм за типа смотрите какой я крутой у меня нью-йорк тайм взял интервью нет нужно работать с большинством количеством большим количеством вот именно мелких как не мелких там тоже сотни тысяч подписчиков да но подписчиков которые именно нью-йорк таймс например никогда не прочитал и нужно работать с этими вот товарищами да 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 на ютюбе да на блогах тоже то есть как бы но искать за места которые за которые именно пользуются спросом у людей среднего класса и ниже это как раз и есть самая массовая то есть если попасть в разговор вот этих людей тогда украина может получить реальную поддержку до других моментов вот вот обсудить объяснять этим людям что вот смотрите те танки которые нам передала франция например да это не новые построенные танки это старые танки которые франции бы пришлось потратить вот те деньги которые они сказали они потратили на то что передать эти танки нам они бы потратили их на и на их утилизацию то же самое нужно объяснять американцам что те ракеты которые поставляет америка украине за которой украине еще придется платить да эти ракеты пришлось бы оплачивать их утилизацию и объяснять это нужно на уровне не вот мы где-то что-то там сказали кому-то шепнули а именно нужно работать с от васей пупкиным вот на данный момент украинские комментаторы этого не понимают тыкать пальцем нью-йорк таймс или еще какой-нибудь это лучше сказал что в воду порну это все все фигня все вот эти вот сказки что смотрите я тут встретился мы тут общаемся там с какими-то чуваками они там газетах что-то пишут смотрите куда меня пригласили ребят ни один политик не пошевелит пальцем пока люди вокруг него не скажут не скажут то смотри что мы тебя выбрали должен сделать это покуда их выбирают без этого вам буду читать сказки единственный политик из всего западного мира которые реально может сказать мы делаем то-то на данный момент это трамп вот все наши кричат как мы против трампа ребят смотрите кто чуть дело это никто что говорит когда травы или если он что-то и говорит то научитесь опять же читать когда трамп говоришь и если бы он был президентом то это война бы не началась он не шутит когда трамп говорит что ребят если я был президентом то эта война закончилась бы за месяц опять же давайте спросим о чем бы он для этого сделал вот посмотрим на то что он делал и чем сделать мог бы сделать вот до этого он давал украине оружие чем просили то и давал просили там оборонительное оружие там против танков да пожалуйста получите джавелин если бы россия напала на украину при трампе он бы сказал ребята чем надо еще раз повторюсь я по моему тоже сегодня говорил он бы сказал ребят чего вам надо для того чтобы победить и украина это бы получила и война бы закончилась за месяц потому что украины были бы f16 которые сейчас списан списали в европе украине были бы и танки если бы не было f16 опять же я лично делаю там как-то видео объясняя какие альтернативы могут быть для f16 которые можно быстро получить быстро самолеты способные стрелять там западными ракетами которые могли бы вынести половину российской авиации он бы ни разу не сказал украине вот как почему европейские политики ну как мы можем обидеть и россию сказать украине стрелять по российской территории мы привыкли у россии сосать мы привыкли они нам бабло отстегивают а тут блять неожиданно ну давайте мы как бы скажем что-то популярное но потихонечку не стреляйте по территории россии он бы сказал вот вам ракеты вот вам атакамсы пожалуйста выносите все нахер и война бы закончилась за месяц потому что мы можем смотреть чего человек делал вспомните когда он долбил европейцев блин когда с него все смеялись помните все эти люди которые сейчас рассказывают вам в украине россии где-нибудь еще рассказываю вот если трамп придет он не будет помогать он будет там ляжет под россию уже второй раз это блять рассказывают второй раз да эти же люди раз называли его вам ангелинг там что-то там еще что-то короче что какой трамп пидорас он дает оружие украине эти же люди ему говорили что вот ты там эй какой ты плохой чувак эти же люди нас говорили что он там не про когда он горюша европа должна поднять свои вложения в оборону до двух процентов от ввп люди позабывали просто на хрен истории вот пару лет назад было когда ему все тыкали горят что это такое говоришь за боец такой же за боевой пидора зачем нам ввп в оборону военку вкладывать вот представьте если бы когда он это говорил все начали это делать началась бы война с россией да ни хера мне началось могли бы они сейчас украине помочь конечно могли бы а видео долгого долга договорил когда в девятнадцатом двадцатом году давайте припомним когда он же говорил что ребят типа не засасывать и столько не засасывать из так десна с россией иначе вы можете оказаться в глубокой жопе придавать мы вам поможем от этого от отказаться это то что он делал давайте смотреть на то кто чуть делает так пенал европейцев на все это а сейчас он те же люди которые богов за это его осуждали сейчас рассказывают и все украинцы бля как как сборище долбоебов бегают вы блять то трампу дюйл вы да вы хотя бы блин а посмотрите чем в европе происходит посмотрите что в мире происходит обратите внимание это и по моему единственный политик сша который пользуется до сих пор кокаином и виакры поэтому он что-то может делать так что смотрите за кого вам нужно голосовать и с кем вам нужно работать вот ладно желаю чтоб на самом деле никому не ни с чем не пришлось не работаешь и россияне наконец уебали с украины были счастливы у себя в россии никого не трогали вот всем украинцам желаю мира счастья вот входа в европейский союз можно было спокойно жить работать быть европейцами ну кстати вот вот уже думал закончилось вспомню только сегодня попалась мне видео о том что если украина войдет европу как всем будет хуёво это кстати не арестович это кто-то из других из наших не помним ли уже их там много не все на одно лицо и все ту же хуйню несут вот если украина войдет европы европа развалится нихера не развалится товарищи европа сейчас будет проходить я говорю процесс изменения то есть и в опять же бояться входа в европу то есть наоборот как мне нужно потому что украина как раз может стать тем тягачом которое ну скажем так уже имея опробованные вещи до в украине они изменят европу я как-то говорю что ребят социалист коммунизм slash социализм да это как бы она она случится мы мы просто можем выбрать как мы к этому придем либо мы к этом придем мы и я не говорю о диктатуре я говорю о экономической системе не путайте одно с другим до коричневая с мягким не путайте да пожалуйста есть есть экономическая система да а есть диктатуры которые говорят мы социализм но мы диктатура от другие вещи но вот именно тот вещь когда те вещи когда вот такой германский slash североевропейский социализм он придет он будет более вместим и украина я вот с того что это то есть как бы это может стать как раз большим двигателем к этому такое омоложение такой пример вот смотрите мы мы смогли омолодиться вот европа в эту в эту сторону двигается конечно сейчас куча проблем но они будут вынуждены их решать просто потому что сменится поколение политиков опять же точно также товарищи которым сейчас лишь говорю по 60 по 70 лет ну то есть ну товарищи все-таки они конечно крышей поехали но даже с современной медициной до сидеть в парламентах еще по 20 лет они не смогут лет по 5-10 но это долгий процесс запад он способен меняться на данный момент он проиграл но проиграв он не он не распадается он не идет в разнос он меняется и к сожалению для украины вот этот процесс изменений он занимает некоторое время пока не разбираются и пока приходят люди то есть как бы как раз вот эта смена происходит на это время мне как-то давно кто-то говорил что где-то будет смена смена эпох где-то между как раз 10 и 2010 и 2050 годом вот вот сейчас на западе идет смена эпох то есть они ищут решения для многих вещей и на данный момент я думаю они сами понимают что они проиграли то есть и они будут искать решения вот выиграют они от этого мы ничего не пока не видим но к сожалению украина как раз попала в такую ситуацию вот тоже что как будет и чувствует делать украине мы обсудим другом видео вот конечно думаю что присоединение украины к западу это хороший шаг потому что все таки нужно присоединяться к системе которая способна эволюционировать они устраивать очередную войнушку вот всем опять же желаю мира над головой товарищи то есть приезжайте надеюсь что все больше и больше из нас может как жить смене изменяет перри переселяться из стран страны узнавать нового и как говорил тарас грегоров и чевченко да и чужому научаетесь и свободу царайтесь вот вам того же желаю все всем пока